Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим Химеру. Химеру будем обсуждать, потому что она появилась в магазине за 10 голды отдельно, просто голая-лысая без ничего, ну разве что со слотом в ангаре для того, чтобы ее туда поставить. Можно взять ее в комплекте со Шкодой Т27, за которую просят 8,5 голды и суммарно вам этот наборчик обойдется в 17,500, ну типа на косарь голды дешевле. При такой покупке, если две машинки вы хотите себе приобрести и обоих машин у вас нет, вы получаете два легендарных камуфляжа, ну нафиг не нужный аватар, как по моему мнению, под Х20 на каждую из этих машин, открытое оборудование, что кстати неплохо, потому что на восьмерке уже оно немножко серебра стоит, это вам не пятерка, не четверка, поэтому в принципе какая-никакая, а экономия серы будет. Два слота в ангаре само собой разумеющиеся и приказ по результатам выполнения которого нанести 150 тысяч единиц урона на какой-либо из этих машин, либо на них суммарно и получить 5 контейнеров вот таких вот мистических. Я бы сказал, что ну такая себе замануха, сдается мне, что ничего вы с них не получите, хотя каждому везет по-своему, посмотрите мое видео на канале, посмотрите, что выпадает из контов. Есть отдельный плейлист, открытие контейнеров, так и называются контейнеры. Итак, ребят, давайте возвращаться к нашей Химере. Химере, простите, господи, заговариваюсь, Химера танчик неплохой, мне он до сих пор нравится. Да, безусловно, он немножечко подустал в рандоме, к нему привыкли, уже не настолько сильно пугает, но мне, честно говоря, заходит заезжать на ней и кайфовать. Прикол орудия заключается в большой альфе. Альфа у данного орудия составляет 440 единиц. Да, долговатое время перезарядки, вот со всеми плюшками, которые у меня установлены, время перезарядки 13,2 секунды. Урон в минуту 2000 единиц. Но в целом, ребят, эта машина не рассчитана на то, что вы будете в течение минуты стоять и кого-то раздамаживать. Все-таки время перезарядки долговатое, его надо как-то прожить. Соответственно, данную машину необходимо рассматривать как такого себе товарища, который поможет вам заскочить, кинуть на 440, а это немало, как разовая альфа для средняка. Возможно, даже кого-то добрать, кого уже уронили до вас. Ну и, соответственно, таким образом помогать команде приближаться к победе. Есть время сведения, время перезарядки в цифрах, но что это в бою означает, посмотрим непосредственно в замесе. Есть средняя бронепробиваемость 218, чего в принципе хватает. И просто шикарный УВН вниз минус 10. Это то, что касается орудия. Что касается брони, вот здесь вот в прямой проекции в башне, я хотел бы сказать так, имба не имба, но 203 мм, думаю, понимаете, что это значит на 8 уровне для средняка, который в основном танкует против средних, против легких танков. Что касается борта башни, то здесь немножечко хуже, 76 мм, борт корпуса 88, корма полностью ватная и вот здесь вот тоже прикольное бронирование. Вот так вот, если видите, квадрат такой, имеет в себе 114 мм, в приведенке 190. Вот здесь выше есть более мягкая площадка, в которую будут пытаться прошивать, но ее надо еще немножко выцелить. Ромбовать не сильно советую, потому что, ну, борта картонные, соответственно, будут бить в борт, а не сюда. Что же касается башни, если уже даже выезжаете где-то, бортуете, ни в коем случае не отворачивайте башню. Приведенки здесь мало, поэтому лучше башню поворачивайте вот сюда вот, в проекцию, к врагу, ну, как-нибудь вот так, да. Ну и, соответственно, выставляете свой передний бронелист башни. Ну и так, ребятки, по техническим характеристикам пока все, побежали в бой, посмотрим, что этот товарищ может. Пока мы запрыгиваем в бой, хочу попросить каждого из вас, кто не подписан на канал, пожалуйста, оформите подписочку, я вам буду безумно благодарен. Сделать вы это можете в один клик, в правом нижнем углу есть желтый шильдик, наводите на него мыши и в один клик становитесь постоянным зрителем моего канала. Я вам буду безумно благодарен за поддержку. Для вас это секунда времени, для моего канала это жизнь и это развитие. Спасибо вам большое. Итак, ребят, с учетом того, какие у нас УВНы, с учетом того, какая у нас крепкая башня, ну, по крайней мере, заявленная крепкая башня на данном танчике, но сам боженька нам велел ехать сюда под горку и от горки пытаться отыгрывать против врагов, которые, возможно, будут пытаться проскочить. Ну, а если нет, тогда просто будем их встречать и сдерживать. Итак, желающих проскакивать нет. Не исключаю такой вероятности, что связано это с тем, что здесь есть химерка, которую, но не все хотят видеть. Что касается времени сведения. Время сведения, в принципе, исходя из разового урона, которым наделили машину, я бы сказал, что нормальное. Требовать большего будет перебор. Точность у орудия очень хорошая. Теперь давайте посмотрим, пока перезаряжаемся, куда нас пробили. Нас пробили возле пушки, если я правильно понимаю. Ну, возле орудия, возле нашего. И я так понимаю, что, скорее всего, били голдой, потому что пробить это место в химере обычным снарядом, я бы сказал, сложновато. Так, вот подтащился к нам АТ-15. Сейчас попробуем что-то противопоставить данной машинке. Ну, вот по точности орудия, как бы, вопросов нет. Супер Хеллкет, пробивной товарищ. Ну, а на голде он вообще, в принципе, шьет довольно неплохо. Но нравится мне это орудие точностью. Немножечко, конечно, не хватает времени перезарядки. Чуть я уперся. Немножечко не хватает времени перезарядки на танчике. Но в целом это терпимо. То есть выживать можно, почему нет? Готов. Так. Ну, вот, я думаю, с учетом наличия там Хеллкета, дальше куда-то двигаться в ту сторону. Ну, как бы, желания особого у меня нет. Сейчас, как самый правильный герой, я пойду в обход. Что касается подвижности машинки. Согласитесь, подвижность у машинки довольно неплохая. Едет она нормально, бодренько. Нормальная такая себе передвигающаяся СТ-шка. Здесь немножечко ускорюсь, просто лишь потому что не хочу дожидаться, пока она перезарядится сама. Ну и теперь давайте начинаем танковать против Хеллкета. Будем с ним бодаться. Ну и вот, пожалуйста, результат. Не пробивается Химера Хеллкета вот так вот просто на ура. Она пробивается Голдой. И тогда, когда есть возможность нормально, спокойно выцелить мягкое какое-нибудь место в танке. Ну и, соответственно, туда закинуть урона. Поедем сейчас на ИСа-2. В любом случае, Т-32 там явно наши разберут. Кинем еще хотя бы одну-две плюшки, если хватит времени перезарядки. Все-таки нам надо на две плюхи в районе 13 секунд. Это если повезет долго не выцеливать что-либо на танчике. Ну, товарищ сонный, я так понимаю, что, в принципе, в этом и причина, что его вполне спокойно разбирают. Но Химерку заценить получилось, мне кажется. И показать ее такой, какой она является на самом деле. Это не имба, безусловно, не имба на сегодняшний день. Но, ребят, согласитесь, что-то клевое в машинке есть. По результатам боя, что мы имеем? Мы имеем 3700 единиц урона, 3 сделанных фрага, знак классности второй степени. Мы получили 127 700 серебра в виде фарма. Ребят, это с учетом знака классности второй степени, безусловно. Это с учетом, там, может, эта медалька тоже что-то добавляет. Основной калибр. И мы заняли первое место в команде по урону. Ну, согласитесь, мы сделали это, в принципе, особо не напрягаясь, но прям абсолютно без печали. Я не буду заходить в следующую катку, потому что, в принципе, у меня на этой машине плюс-минус все бои такие. Ну, а что хотел показать, показал. Итак, ребята, возвращаемся к вопросу приобретения танчика. Если вы раздумываете над тем, покупать ли вам танк отдельно за десятку, я скажу откровенно, десятка все-таки дороговато. Ну, все-таки немножко ценник завышенный. Вот была бы она в 8500, я бы сказал, ребят, хватайте, как пирожки в голодный год. Да, то есть вот 8500, это прям бриллиантовая цена для химеры. Ну, просто супер. У кого есть 10 тысяч, и для кого 1500 голды не столь принципиальны, я бы сказал следующее. 1500 голды вы можете собрать за неполный месяц, грубо говоря, там за 3 недели просмотров, видосов рекламных. Ну, и, соответственно, вернуть себе полторушку, которую переплатите, по моему скромному мнению, за химеру, если возьмете за десятку. Будет сейчас обзор на Шкоду Т27, дождитесь его, посмотрите обзор от меня на Шкоду Т27, он будет тоже честный, ровно такой же честный, как и химера, без вырезок, склеек и без дополнительной рекламы танку. И подумайте над тем, если у вас нет ни одного, ни второго танка, а не хотели ли бы вы приобрести оба танка? Потому что, честно говоря, предложение за 17,5, мало того, что на косарь голды выгоднее, чем покупать эти машины отдельно, ну, понятное дело, что отдельно их никто не будет покупать, если обоих машин нет и обе хотите купить. Но плюс к тому, здесь открыто полностью все оборудование и есть возможность получить контейнеры. Насколько они реальные, нереальные, ну, это вопрос уже третий. Но такая, знаете, как бы завуалированная плюшка, которая выстрелит, не выстрелит, она все-таки присутствует. Поэтому, ребят, вот такая вот она химера и покупать или не покупать, решать исключительно вам. У меня есть, она у меня есть практически на всех аккаунтах и я ее покупал на все аккаунты, несмотря на то, что, ну, практически на все аккаунты, несмотря на то, что на основном аккаунте она у меня есть, ну, и можно было бы этими ограничиться. Но не знаю, вот как-то, когда она сегодня появилась в продаже, у меня как-то аж руки затряслись, а потом, как бы, я немножко остыл, потому что знаю, что она у меня есть. Но желание приобрести все равно получилось. Итак, ребят, вот такая вот она химера. Спасибо вам большое за обзор. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь по желтому шильдику в правом нижнем углу. Я вам буду безумно благодарен, буду пытаться снимать для вас все больше и больше интересного, познавательного, полезного, а главное, честного видео, в частности, честных обзоров на товары в магазине и на танки в ветках прокачки. Всех благ, всего хорошего, до встречи в рандоме, мира вам и спокойствия.